Андрюха, уже поехали! Наконец я получил ту самую пресловутую бумажку, которая удостоверяет, что я сын того, кого выбрал сам. Это фрагмент спектакля «Миссия Ибрагим и цветы Корана». Режиссер постановки и артист театра Андрей Воробьев написал сценарий по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта. Позади уже большая часть работы над спектаклем. Осталось вдохнуть в героев жизнь и разобраться со сценическим светом. Ну а самое главное – дождаться зрителей. Я недавно был в торговом центре «Галакси», и там полно народу, полно народу, столько, сколько не было там в выходные дни. И почему театры-то не открывают, у меня это большой вопрос, потому что там очень много народу ездит на этих эскаваторах и прочее. А в театре, ну даже вот смотрите, 50% рассадки, люди встречаются в фойе, но они не так тесно встречаются, как они встречаются в торговых центрах. Откройте скорее театр. Скоро в театр приедет режиссер Александр Липовской. Он поставит свою пьесу «Кида». В августе продолжит работу над шекспировским «Гамлетом». Он должен был встретиться со зрителем в конце прошлого театрального сезона, но коронавирус перенес все на осень. Сейчас молодежки работают над постановкой временно недоступен. Уже решили, во что оденут персонажи и как будут меняться их образы. В начале это состоятельная немецкая семья, мажорная, с достатком, со своими целями, устремлениями. А потом, когда в их жизни происходит такое событие, они меняются. То есть об изменениях в людях, как они с внешнего переключаются на внутреннее. Временно недоступен пьеса «Петри Вильнвебер». Это история одной семьи. Ставит ее режиссер из Новосибирска Анна Зиновьева. Рассказывает, что из-за коронавируса все соскучились по работе. Мы очень соскучились друг по другу. Все очень хотят работать, хотят быть полезными. Мне кажется, все просто стали жадными до работы. Всего в работе сейчас четыре постановки, но когда они встретятся со зрителями, пока неизвестно. Все в театре в режиме ожидания. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.